Иван Сергеевич Тургенев – великий русский писатель, о творчестве которого его современники много спорили. У некоторых писателей, живших только литературными трудами, он вызывал жгучую зависть. Тургенев – представитель одного из богатейших дворянских родов России, умел зарабатывать деньги. За свои повести, романы, рассказы он получал солидные гонорары, а его пьесы пользовались большим успехом, и это нравилось далеко не всем. Тем не менее, литературные критики признавали большой талант писателя, утверждали, что именно Тургенев изменил поэтику романа второй половины XIX века. Писатель-реалист тонко чувствовал изменения в обществе, много писал о новых людях, шестидесятниках. Благодаря этому литератору в русском языке появился термин «нигилист». Любимыми героинями его романов были тургеневские барышни, собирательный образ которых актуальны сегодня. Иван Тургенев родился в Орле 9 ноября 1818 года. В семье родителей Сергея Николаевича и Варвары Петровны он был вторым сыном. Всего же детей было трое, младший из них Сергей умер от эпилепсии в подростковом возрасте. Ранние годы писателя трудно назвать счастливыми и беззаботными, хотя семейство жило в большом достатке. Родители Ивана, заключившие брак по расчету, не любили друг друга. Мать, несмотря на природный ум, была женщиной деспотичной, властной и жестокой. Детей она била, доставалась и ее любимчику Ивану. Детство Тургенева прошло в материнском имении Спаская-Лутовинова. В доме говорили исключительно по-французски. Детей воспитывали гувернеры-иностранцы, которые и учили маленького Ивана читать и писать. Тургеневы много путешествовали. Будущий писатель впервые посетил Европу, когда ему было всего 4 года. Впрочем, русскую культуру в семье ценили не меньше, чем наследие Запада. Будучи женщиной начитанной и эрудированной, Варвара Петровна не жалела денег на учителей книги. Общалась со многими знаменитыми литераторами того времени, в том числе с Жуковским. Не пропускала книжные новинки. В 1827 году, когда Ивану было 9 лет, семья Тургенева перебралась в Москву, чтобы дать детям достойное образование. Будущий писатель учился в частных заведениях для детей из богатых дворянских родов. Сначала в домашнем пансионе Вейденгаммера, затем в пансионе Краузе, директора Лазаревского института восточных языков. Иностранные языки Тургенев блестяще знал с детства. Именно это позволило ему впоследствии стать переводчиком и проводником русских книг за рубежом. В 1830 году отец Тургенева не выдержал несчастного брака и ушел из семьи, а спустя 4 года умер. Эти события наложили серьезный отпечаток на юность будущего писателя, хотя Иван и не был близок с отцом. В 1838 году 20-летний Иван отправился за границу. В Берлине он слушал лекции философов и филологов, изучал древние языки и античную литературу, знакомился с философией Гегеля. Атмосфера Западноевропейского университета, дух немецкого идеализма, сама жизнь на Западе, нашли в сердце Тургенева огромный отклик. Семена западничества упали на подготовленную почву. Иван Сергеевич с детства был погружен в атмосферу европейской культуры. Тургенев проникся идеями европейского гуманизма и прогресса, величайшей ценности человеческого духа и пронес эти юношеские убеждения через всю свою жизнь. Учаясь на третьем курсе института, Тургенев пишет свою первую поэму под названием «Стена», а в 1838 в печать выходят два его первых стихотворения «Вечер» и «К Венере медицейской». В 1841, вернувшись в Россию, он занимается научной деятельностью, пишет диссертацию и получает степень магистра филологии. Затем, когда тяга к науке остыла, Иван Сергеевич Тургенев служит чиновником в Министерстве внутренних дел, вплоть до 1844. В 1843 году происходит очень важная встреча в биографии Тургенева. Он знакомится с Белинским, и у них завязываются дружеские отношения. Под влиянием Белинского создаются, печатаются новые стихотворения Тургенева, поэмы, повести, среди которых поп, бритер, три портрета. С 1847 по приглашению Некрасова в преобразованном журнале «Современник» выходят его современные заметки и первые главы записок «Охотника», которые принесли автору огромный успех. И он начинает работу над остальными рассказами про охоту. Эта работа в «Современнике» принесла Тургеневу много интересных знакомств. В журнале также печатались Достоевский, Гончаров, Островский, Фетт и другие известные писатели. В конце 40-х, начале 50-х годов активно занимается драматургией, пишет пьесы «Где тонко там и рвется», «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне», «Провинциалка», которые ставятся на театральных сценах и имеют успех у публики. Тургенев переводил на русский язык произведения Байрона и Шекспира. У них он учился мастерству владения литературными приемами. В августе 1852 года публикуется одна из самых главных книг Тургенева – «Записки охотника». После смерти Гоголя Тургенев написал некролог, за который его отправили на два года в ссылку в родное село. Существует мнение, что истинной причиной ссылки стали радикальные взгляды писателя, а также сочувственное отношение к крепостным крестьянам, которое он выражал в своем творчестве. Во время ссылки Тургенев пишет рассказ «Муму». Затем, после смерти Николая I, в печати появляются наиболее известные произведения «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Осенью 1855 года Тургенев познакомился с Львом Толстым, который вскоре опубликовал рассказ «Рубка леса» с посвящением Тургеневу. В 1863 году он уезжает в Германию, где знакомится с выдающимися писателями Западной Европы, пропагандирует русскую литературу, работает редактором и консультантом, сам занимается переводами с русского языка на немецкий и французский, и наоборот. Он становится самым популярным и читаемым русским писателем в Европе. А в 1879 он получает звание почетного доктора Оксфордского университета. Именно благодаря стараниям Ивана Сергеевича Тургенева были переведены лучшие произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Толстого. В конце 70-х, начале 80-х быстро возросла популярность Тургенева как на родине, так и за границей. А критики стали причислять его к лучшим писателям века. В поздние годы Иван Сергеевич много болел. Смерть его наступила 22 августа 1883 года в возрасте 64 лет, вероятнее всего от рака позвоночника. Согласно завещанию, писателя похоронили на родине. Но и во Франции, где он умер, желающих проститься с великим литератором было достаточно. В траурных мероприятиях участвовало не менее 400 человек, в том числе знаменитые писатели, артисты, театральные деятели и музыканты. 27 сентября тело Тургенева привезли в Санкт-Петербург. Похороны и панихида собрали несколько тысяч человек. Скорбная процессия растянулась на километры. Погребение состоялось на Волковском кладбище. Иван Сергеевич Тургенев вошел в историю мировой литературы как проницательный драматург, тонкий лирик и романист-классик. Произведения писателя отразили всю сложность и многообразие российской жизни второй половины XIX столетия, времени реформ, общественной борьбы и мировоззренческих кризисов. Творчество Тургенева и его просветительская и переводческая деятельность заметно повлияли на труды западноевропейских авторов. Иван Сергеевич открыл в Европе русскую литературу и самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok